Кафе-провинция ежедневно трудится для первоуральцев. Нужно накормить своих любимых домочадцев? Мы облегчим хозяйкам домашние заботы. Привезем к дверям вашего дома любые заказы. Доставка работает ежедневно с 9 до 17.30. Кафе-провинция. Четверть века он охранял правопорядок, сейчас руководит ветеранской организацией городского отдела МВД. Михаил Кралин вспоминает, служить в органах его направило руководство новотрубного завода. Работал слесарем-инструментальщиком в восьмом цехе. Пригласили в портком и Федор Александрович Данилов лично говорит, вот нас двоих направили от новотрубного завода. Направляем вас для работы в милиции. Ну, естественно, пообещали, значит, там жилье улучшить, там все прочее. Это они свое слово сдержали. Вот единственные слова, которые он сказал. Мы направляем вас работать в милиции. На вас оденут форму. И вы будете служить народу. Вот сколько лет работаю, сработал и все время вспоминал. Михаил Кралин сначала служил участковым, потом в дежурной части. Затем руководил разными службами. Говорит, самое сложное время было в 70-е и 80-е годы. Тогда в штате милиции числилось всего 60 человек вместе с вольнонаемными. Тем не менее, с преступностью боролись, а некоторые даже ценой собственной жизни. Участковый инспектор у нас был на флюсе Токмаков Григорий Андреевич. Выполняя свой служебный долг на водоеме по работе рыбных запасов, барканиеры, значит, его отстреляли. Вместе с указником затопили в катере и утопили, короче говоря, положили на дно. Но после истечения того же самого года мы это преступление раскрыли. У нас нет таких преступлений, которые не раскрываются. Просто надо над ними работать. Будешь работать, само собой, будет результат. Гимнастерки вот эти, тоже самое. Тоже уже того покроя еще старых времен. Но оружие, которое там вот сидит, манекен, это уже выведено из строя непосредственно. Были изъяты у преступников. Мужчина с удовольствием показывает экспонаты. Служебная форма разных времен, оружие, переходящее красное знамя – все это собрали вместе и создали музей непосредственно силой ветеранской организации. Раньше в ее рядах были и участники Великой Отечественной войны. Но год назад из жизни ушел последний в городе милиционер-фронтовик Владимир Хромых. Его китер с медалями теперь хранится в музее. Там же его краткая биография. Войну начал под Брестом, когда немцы перешли границу. Вот. И они отступали. Пешком шли до Москвы. Ну, естественно, с боями там кто как. Разные обстоятельства бывают. И потом обратно от Москвы до Варшавы тоже пешком прошел. Всю Россию. И вот буквально, я говорю, вот буквально за год о том, что значит он помер, пришел запрос, ему показаться звание подполковника, а он майором ходил. Помнить тех, кто ушел из жизни и фронтовиков, и других сослуживцев, а также помогать нынешним ветеранам. С этой задачей Михаил Кралин справляется в полной мере. Сегодня в честь праздника и сам принимает поздравления. Ну, какие люди. Как здоровье, как дела? Ну, ничего, спасибо. Потихоньку. Как говорят по боевому, настроение боевое. Всегда готовы в бой. Раньше ветеранов поздравляли со всеми почестями. В отделе проводили торжественное мероприятие. В этом году гостей собирать не стали. По всей стране введен режим самоизоляции. Принято решение руководством, что поздравить вот в таком дистанционном режиме наших ветеранов. Значит, мы, безусловно, в телефонном режиме найдем возможность и время всех ветеранов поздравить с нашим профессиональным праздником. К сожалению, мы встречаем именно вот в таких рамках. Сейчас в ветеранской организации Первоуральска состоит около 400 человек. Многие поддерживают связь друг с другом. Бывает, приходят в отдел, чтобы обсудить насущные вопросы. А если нужно, то и получить поддержку. От лица руководства отдела МВД России по городу Первоуральску мы поздравляем наших дорогих ветеранов с профессиональным праздником. Желаем им крепкого, крепчайшего здоровья, душевного равновесия, несочерпаемого оптимизма, но и всех земных благ. С профессиональным праздником. С днем ветерана Органовых отделов Российской Федерации. Хочу поздравить всех ветеранов, всех ветеранов и Первоуральского округа, те, кто проживает на нашей территории, ветеранов МВД, внутренних войск, с нашим праздником, который был в 90-м году утвержден приказом министра Нургалеева. Пожаловать им всем крепкого здоровья, бодрости, не унывать. Ну, выпала на нашу долю такая, можно сказать, непогать. Ну, ничего, переживем мы это. Надежда Титаренко, Владимир Махмутов, Интера ТВ.